Здравствуйте! Сегодня 27 марта 2020 года. Температура воздуха в тени 12,3 градусов. Пасеха находится на севере Черниговской области Украины, рядом с огромным лесом. Сегодня будет теплый день. Пчелки работают в полную силу. Солнце хорошо пригревает. На небе облачность слабенькая и она постепенно развеется. Пчелки уже часов с 8 утра несут обножку. Сегодня очень рано потеплело с утра. Тепло. Температура воды в паилках 36,2 градуса. Очень много пчел в паилке с пресной водой и много пчел в паилке с подсоленной водой. Но в паилке с пресной водой их больше. Лучше берут пресную воду. Слабенький ветерок дует. Но это не мешает пчелам летать достаточно далеко, чтобы собрать пыльцу. Около 300 метров до леса. И похоже на то, судя по траектории их полетов с пасеки, они летят именно в лес и там запасаются пыльцой цветов, которые там цветут. Улей направлен на юг передней стенкой. Если потрогать рукой эту переднюю стенку улья, то уже температура градусов под 40, наверное. Несмотря на то, что белый цвет у улья хорошо прогревается на солнце дерево. И это тепло чувствуют пчелы, выходят из улья и активно летают. Несут обножку и несут в воду улей. Хороший день сегодня будет теплый и пчелки смогут пополнить запасы кормов. Но в ближайшие несколько дней ожидается резкое похолодание. У меня в каждом улье стоит электрический обогреватель, который позволяет пчелам поддерживать нужную температуру. И вот эти похолодания пчелам не мешают. То есть для них нет такого резкого шока, когда похолодало и гнездо вынуждено сжиматься. И в таких случаях, в ульях, где таких обогревателей нет, расплод может частично погибать. То есть тот расплод, который не покрыт пчелами. С обогревателем в улье такое не происходит. 10.44 утра. Температура в тени 15,7 градусов. Небо абсолютно безоблачное. Солнце хорошо пригревает. Слабенький ветерок. Так, пчелы массово летают в поисках пыльцы, нектара и воды. Работают в полную силу. В этом улье в основном через верхний леток ходят. 25 мм в диаметре леток. И трудновато пчелам через него проходить. Большая масса пчел идет на выход и на вход. Средний леток был запрополисован. Я его ножом расковырял. И пчелки потихоньку начинают через него ходить. А нижний не используют. Только для выноса мусора и все. Не хотят через него летать. Это рутовский улей, но в нем стоят додановские рамки. Поэтому два корпуса. И пчелки предпочитают ходить через верхний леток, потому что ближе всего к гнезду. Массовый лед пчел летят с пасеки в сторону леса. Массовый лед пчел. Этот улей зимовал на двух корпусах на 20 рамках. Это экспериментальная семья, которую я на зиму не сокращаю и весной не расширяю. И она одна из самых сильных семей у меня на пасеке. Условия существования приближены к естественным. В природе, в ульях, в дуплах никто пчелам весной не сокращает, гнездой не расширяет. И я решил попробовать с одной семьей провести такой эксперимент. И оказалось, что такие условия содержания, два корпуса по 10 рамок додана, для пчел очень хороши. Самая сильная семья. Причем она зимовала без подогрева. И сейчас она стоит без подогрева. В спартанских условиях. Перезимовали и весной развиваются. 11.05 утра. Температура 15.9 градусов в тени. Массовый лед пчел. Столпятся возле литков. Используют все литки для прохода. Маловатые литки. Для прохода пчел нужно иметь пару литков. И рядом друг с другом диаметром по 25 мм. Или лучше иметь щелевой литок на стандартный заградитель высотой в 10 мм. Не в 8 мм, а в 10 мм. Потому что когда пчелы проходят через верх и через низ, через этот литок, то они друг другу не мешают. Шикарно работает сегодня тепло. Ветра почти нет. Прекрасная погода. Небо безоблачное. И очень хорошо солнце пригревает. Вудение на пасеке как при роении. Массовый лед пчел. Массовый лед пчел. Аrtель. Продолжение следует... Продолжение следует... Трудно им пробиваться и на вход, и на выход. Скоро и нижний задействуют. Очень много пыльцы приносят, большие обножки лепят на задние лапки. Они работают в пути лица, пользуются теплой солнечной погодой.